Дорогие друзья, я рад искренне приветствовать вас Библиотеки иностранной литературы по очень знаменательному и важному для нас событию. 1 марта выдающиеся жюри, уважаемые жюри, в состав которого вошли представители и сотрудники различных российских и зарубежных учебных и научных заведений, подвели итог конкурса, который был организован и проведен Библиотекой иностранной литературы Институтом перевода при содействии Фонда славянских стран в ноябре 2020 года и по январь 2021 года. 1 марта мы подвели итоги. Сегодня, в этот Международный женский день, я с радостью хочу поздравить всех присутствующих на данном мероприятии женщин, уважаемых участников, участниц нашего конкурса и зрителей с Международным женским днём, сегодня мы объявляем и чествуем победителей и призёров этого конкурса. Сегодня у нас будет с вами возможность не только послушать и увидеть и прочувствовать эти произведения Ахматовой, Цветаевой, Египиус на русском языке, но также мы будем иметь возможность послушать авторские выступления и прочтения, новые прочтения этих произведений на иностранных языках от лица и самими нашими победителями-призёрами. Ведь в этом конкурсе было подано 210 произведений на оценку жюри на 14 иностранных языках. И сегодня мы имеем возможность насладиться и понять ту глубину и ту боль и те чувства, которые были высказаны этими великолепными писательницами Серебряного века по теме войны. Желаю вам в этот весенний день мира, добра, здоровья, счастья. Спасибо, что вы с нами. И спасибо огромное Институту Перевода. Огромное спасибо Фонду Славянских Стран, Славянских Культур. Огромное спасибо Институту Славяноведения за ту поддержку, которая была оказана этому проекту. Успехов вам и успехов всем молодым переводчикам в этом трудном, но очень достойном и важном поприще. Спасибо огромное. Дорогие друзья, приветствую вас из Центра Славянских Культур Библиотеки иностранной литературы. Я Евгений Резниченко, исполнительный директор Института Перевода. Институт Перевода вместе с Библиотекой иностранной литературы организовали международный конкурс поэтического перевода писательницы Серебряного века о Великой Отечественной войне. Во всем мире сейчас уделяется достаточно большое внимание различным гендерным проблемам. В частности, может быть, в сфере творчества эта проблема менее актуальна, поскольку мы знаем блистательных поэтов Марину Цветаеву, Зинаиду Гиппиус, Анну Ахматову, которые трудно как-то выделить из целого поэтического ряда не только литературы Серебряного века, но и вообще мировой литературы. Что касается этого конкурса поэтического перевода, то переводчики из 14 стран приняли в нем участие, из 75 городов, в том числе из регионов Российской Федерации, из городов, поселков, селов Российской Федерации. Очень широкий и возрастной такой разброс участников конкурса. И, в общем, жюри пришлось потрудиться немало, надо сказать. Хочу, кстати, поблагодарить, в частности, Стефана Горзонио, который оценивал переводы наших поэтов на итальянский язык. Александра Ницберга, которому даже пришлось отложить свою работу над переводом Достоевского, рискуя попасть в немилость к своему немецкому издателю, для того, чтобы оценить переводы на немецкий язык, предложенных произведений. Также наши испанские, британские, американские друзья. Огромное спасибо тем профессиональным переводчикам, которые не посчитали зазорным оценить, может быть, еще не вполне уверенные, но тем не менее достаточно творческие и замечательные работы своих молодых начинающих коллег. Благодарю вас, Евгений Николаевич, вы действительно замечательный партнер Библиотеки иностранной литературы. Вы и организацию, которую вы возглавляете, как исполнительный директор, а именно ОНО, Институт перевода. Большое спасибо вам и вашим патронам за то, что вы всегда с нами. Этот проект был придуман в этих стенах в Библиотеке иностранной литературы и вынесен на утверждение в форум славянских культур, где действительно принят был достаточно тепло, с любовью, потому что все, что касается наших молодых переводчиков и форум, форум очень хорошо это понимает, важно для продвижения идей, которые форум поставил во главу угла. Это сближение славянских стран, информация о славянах, о творческой энергии, которая в нас есть, донести эту информацию до всего мира. И, конечно, без переводчиков, без возвращения новых, молодых, талантливых коллег мы просто не справимся. Именно перевод – это те самые мосты, которые сближают наши народы. Благо, последнее время очень многие молодые люди изучают сразу несколько языков. Для России это особенно актуально, мы многонациональная страна. Но, тем не менее, этот конкурс и еще такие ворота в мир. Наш проект поддержали ребята из самых разных, самых отдаленных уголков нашей планеты, с разных континентов. Действительно, Евгений Николаевич сказал, что это 14 стран, это 34 региона российских регионов, 75 городов всего мира, 51 населенный пункт России. Действительно, мы не ожидали такой широкой поддержки. Мы не первый раз с Центром славянских культур делаем такие интересные конкурсы для молодых. Но этот конкурс, проведенный в прошлом году, 75-летие победы, вызвал особый интерес. От Аргентины через все славянские страны до самых дальних, отдаленных уголков России, различных наших национальных республик. Мы особенно ценим ваше участие, дорогие друзья. И списки всех тех, кто поддержал наш конкурс, опубликованы на сайте как Библиотеки иностранной литературы, так и Института перевода. Большое вам спасибо, большое спасибо за то, что вы поучаствовали и поддержали этот замечательный проект, который по-настоящему стал международным. И большое спасибо, конечно, я хочу в первую очередь сказать команде Библиотеки иностранной литературы, руководству, которое поддержало нас, руководству Центра славянских культур, Елене Марченко, которая в том числе и приняла участие в жюри, своим замечательным молодым коллегам, Антонине Хозяиновой, Сергею Борисову и другим многим-многим нашим коллегам в Библиотеке. Большое вам спасибо. Без вас мы бы не смогли продвинуть этот проект в мир. Лучшие работы будут опубликованы. Мы услышим сегодня чтение самих победителей, тех, кто занял первые места в нашем конкурсе. Мы услышим произведения наших замечательных поэтов Серебряного века. Большое вам спасибо. Хочу поблагодарить всех участников за проявленный энтузиазм, за интерес к литературе Серебряного века и пожелать новых творческих успехов и достижений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Малгожата, я переводчик русского языка, полька по национальности. Хотела поделиться с вами впечатлениями от конкурса, в котором выступаю в качестве члена жюри. Молодые переводчики, я в восторге от ваших работ, они настолько переполнены эмоциями, они настолько такие... Видно, что вы хотели отдать, передать своим коллегам, которые не владеют русским, то, что самое хорошее, самое замечательное в российской поэзии. Вы переводили поэтов, которые близки моему сердцу, поэтому, во-первых, хотела поблагодарить вас за большую радость, которую я испытала, читая ваши работы. Мне было очень сложно выбрать ту, которая больше всего мне нравится. Это сложно, но конкурс есть конкурс, конечно, пришлось. Хочу вам всем сказать, чтобы вы не переставали переводить, чтобы вы открывали мир ваших поэтов, ваших писателей для коллег, которые владеют польским. Это очень-очень важно. Хочу сказать, что переводчик, как преподаватель, это человек, который открывает другие миры для других людей. Может, не полностью открывает дверь, а просто делает такую небольшую щель, сквозь которую можно заглянуть в другой мир. Поэтому вдвойне вам благодарна, вдвойне радуюсь тому, что мои младшие коллеги как-то будут продолжать работу, которую мы с моими коллегами пытаемся делать. Еще раз огромное всем спасибо. Мне было очень-очень приятно участвовать в качестве члена жюри в этом конкурсе. Желаю вам всех успехов и надеюсь, не последний раз с вами встречаемся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зинаида Гиппиус. Без оправдания. Нет, никогда не примирюсь. Верны мои проклятия. Я не прощу, я не сорвусь в железные объятия. Как все пойду, умру, убью, как все себя разрушу, но оправданием свою не запятнаю душу. В последний час во тьме, в огне, пусть сердце не забудет, нет оправдания войне, и никогда не будет. И если эта божья длань, кровавая дорога, мой дух пойдет и с ним набрань, восстанет и набога. Субтитры создавал DimaTorzok No ha habido, no habrá excusas para guerras en el mundo. Y si asiente eso el señor, asiente el globo sangriento, se alza contra su terror, me audaz aliento. Меня зовут Александр Дзюба. В настоящее время я преподаю русский язык в официальной школе языков города Ла Коруния, Испания. Я занимаюсь переводами уже много лет. Своё первое стихотворение я перевел, когда мне было 16. Это был один из сонетов Лопе де Вега. В настоящее время я перевожу как поэзию, так и прозу с английского, испанского и галисийского на русский язык и наоборот. Об этом конкурсе я узнал со странички ВКонтакте Киберамериканского культурного центра, а также мне о нём сообщила моя преподаватель испанской литературы, университетский преподаватель испанской литературы, Анна Александровна Пагдасарова, которая хорошо знает о моём увлечении переводами. И мною было выбрано именно это стихотворение Зинаиды Гиппиус, потому что оно максимально точно передаёт моё собственное отношение к любой войне, и особенно к тем, кто развязывает войны. Здравствуйте. Меня зовут Майя Милова. Я живу в Санкт-Петербурге. Моя работа всегда была так или иначе связана с английским языком. Некоторое время назад моя подруга, радиоведущая и переводчица Элла Веселкова, прислала мне ссылку на этот конкурс. Предложение поговорить одновременно о Серебряном веке, женской поэзии и антивоенной лирике показалось мне привлекательным. Я сразу подумала о стихотворении Зинаиды Гиппиус без оправдания. Меня завораживают его страсть, бескомпромиссность, твёрдость лирической героини перед лицом безысходности и обречённости, его магнетический ритм. Вот такой ответ женщины тем, кто развязывает войны. Мне показалось, что это стихотворение хорошо поддастся переводу. И я очень старалась сделать это более или менее достойно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Non, non, je ne tolérerai jamais, car je maudis la guerre. Je ne la pardonnerai pas, ne tomberai pas dans ce bras de fer. Si, comme tout le monde, je dois tuer, forceux de faire mourir, sans m'essuyer, je vais me sacrifier, excuse du meurtre, il n'y a rien de pire. À deux doigts de la mort, en flamme, dans les ténèbres, n'oubliez jamais. Au ma conscience, au mon âme, la guerre ne peut pas être justifiée. La route sanglante, si c'est le plan de Dieu, si inhumain, abominable, mon esprit se lèvera même contre le pré-haut. Je vais me battre contre lui. » Saint-Pétersbourg, avril 1916 Здравствуйте, меня зовут Anastasia Monciano, по образованию, я психолог, в душе писатель и поэт. В 2017 году я учу французский язык, перевожу стихотворения для моих французских друзей, которые интересуются русской литературой. О конкурсе я узнала через новостную рассылку франкотеки, библиотеки иностранной литературы и решила попробовать себя. Стихотворение Зинаиды Гиппиус «Без оправдания» написано немногим более века назад, но и в наши дни поразительно актуально, сегодня, пожалуй, особенно. Голос поэта звучит живо и даже пророчески. Как предостережение нам. Думаю, было бы прекрасно, если бы французские читатели услышали этот голос удивительного и яркого русского поэта, чуткой женщины, чья судьба связана не только с Россией, но и с Францией. Русская литература во всем ее многообразии должна жить и на просторах чужеземных, на разных языках, ибо это слово великое. Ведь не случайно наша классика уже проложила мосты к сердцам иноязычного читателя. Сочинения Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова питают умы оных народов. А правдивое слово о Великой Отечественной войне поможет сохранить истину боли и беды, которые никогда не должны повторяться, тем более в наше время кипящего разума. Дай Бог, чтобы слово наших авторов о страшной войне остановило любые мысли о ней в головах тех, кто тешит себя надеждой порабощения. Со стихами наших авторов в путь отправится и душа России. Эксперт литературного агентства ФТМ Татьяна Вячеславовна Соколова. Анна Ахматова Щели в саду вырыты Щели в саду вырыты Не горят огни Питерские сироты Детоньки мои Под землей Не дышится Боль Сверлит висок Сквозь бомбежку слышится Детский голосок Постучи кулачком Я открою Я тебя открывала всегда Я теперь за высокой горою За пустыней За ветром и зноем Но тебя не предам никогда Твоего я не слышала стона Хлеба Ты у меня не просил Принеси же мне веточку клена Или просто травиных зеленых Как ты прошлой весной приносил Принеси же мне горсточку чистой Наши невской студеной воды Из головки твоей золотистой Я кровавые смою следы Здравствуйте, меня зовут Анна Рези Я итальянский переводчик А сейчас живу в США Я приехала сюда, когда поступила в аспирантуру Университета Браун Я узнала конкурсы через академическую На 8-ю рассылку «Селанс» На конкурс я переводила стихотворение Анне Андреевне Ахматовой «Сели в саду вылети» Она была написана в апреле 1942 года Во время блокады Ленинграда Я выбрала это стихотворение Прежде всего, потому что я просто люблю Ахматову Я думаю, что она может выразить Самые глубокие чувства Включая острую боль В самой патической форме И без лишних слов Кроме того В этом стихотворении Ахматовой Припитаются интимные Семейные образы невинной детской жизни С мрачными и кровавыми образами войны Будучи матерью Я очень эмоционально воспринимаю это стихотворение Я писала этот перевод в то время Когда мне было трудно и тяжело из-за пандемии И я решила погрузиться в красоту поэзии Ахматовой Поэтому, для меня большая честь Что мой пиревод был вибранка миссии И вот читаю Субтитры создавал Зинаида Гиппиус, Юни-Март Пойдем на весенние улицы, пойдем в золотую метель Там солнце со снегом целуется и льет огнерадостный хмель По ветру под белыми пчелами взлетает пылающий стяг Цвети между домами веселыми наш гордый наш мартовский маг Еще не изжито проклятие позор небывалой войны Дерзайте, поможет нам снять его свобода великой страны Пойдем в испытания встречные, пока не опущен наш меч Но свяжемся клятвой на вечную, весеннюю волю беречь Добрый день, меня зовут Светлана Леля Я родилась, живу и работаю в прекрасном древнем городе Пинске Некоронованной столице белорусского Полесья По профессии я журналист В 2015 году я окончила институт журналистики Белгосуниверситета О международном конкурсе поэтического перевода писательницы серебряного века о войне Я узнала на сайте библиотеки иностранной литературы Мне стало интересно, потому что тема войны близка моей семье Вторую мировую прошел мой прадед Павел Карпович Гринь В августе 44-го он был призван на службу в 370-ю краснознаменную стрелковую дивизию Победу встретил в Берлине Был награжден Орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией, за отвагу, за освобождение Варшавы и за взятие Берлина Своё участие в творческом конкурсе и, как выяснилось, победу я посвящаю его светлой памяти Для перевода на белорусский язык я выбрала стихотворение Зинаиды Гиппиус «Юный март» 1917 года, посвященное событиям февральской революции Оно вдохновило меня своей воинственностью и в то же время легкостью, борьбой за справедливость, чувством свободы, чувством патриотизма и народным единством Зинаида Гиппиус «Юный соковик» Ходем на весенние улицы, у золота тихих завей, там солнце со снегом целуется, и хмель с кожным кроком моцней Поветры под белыми пчёлами, полае окрылены стяг, квитней меж домами весёлыми, життя соковицкий маяк Пакуль неба стогни проклёнами, ганьба небывалой войны, наперод, доволи натхнёнами, великой державы сыны Насустрач ходим небеспечному, пакуль низложили мячы, изнитуемся клятвою вечную, весенний огонь перахчы Радует, что Всероссийская библиотека иностранной литературы обратила внимание на иностранную литературу белорусскую Очень интересно заниматься поэзией, замечательной поэзией белорусской В данном случае сложным для переводчика перевод с русского языка на белорусский и с белорусского на русский является очень серьёзной задачей Близость языков добавляет трудности при переводе стихотворных текстов В данном случае мне понравились стихотворения, хорошие стихотворения и хорошие переводы Анны Ахматовой Но должен сказать, что это стихотворение не очень характерно для Анны Ахматовой и для её поэзии Он более... в нём чувствуется заданность выполнения какого-то задания в связи с пятилетием Победы Больше понравился мне перевод стихотворения Гиппиус Переводчик выбрал сложное для перевода стихотворение Там есть образы, которые переводить сложно Перевод хорошо читается Сохранён стихотворный размер Ну, не очень... поскольку там много образов, то очень сложно было подобрать, перевести Образ «Солнце льёт огнерадостный хмель» Это сложно Но, тем не менее, переводчик удачно передал Пылающий стяг, как мартовский маяк Как мартовский маяк Победа идёт... речь идёт о победе в марте В переводе хорошо увязаны понятия слова Воля, свобода, огонь, маяк жизни Это... это стихотворение я бы... я считаю, что лучшим переводом из предложенных переводов Буду рад участвовать и далее в таких оценках переводов на белорусский язык Анна Ахматова И вот одна осталась я И вот одна осталась я считать пустые дни О, вольные мои друзья О, лебеди мои И песни я не скличу вас Слезами не верну Но вечером в печальный час В молитве помяну Настигнут смертную стрелой Один из вас упал И чёрным вороном Другой Меня целуя Стал Ну так бывает Раз в году, когда растает лёд В Екатериненском саду Стою у чистых вод И слышу Плеск широких крыл Над гладью голубой Не знаю Кто Актно открыл В темнице гробовой Конец 1917 года Стихотворение Анны Ахматовой И вот одна осталась я А ведь В Екатеринском парку Майковского Майковского За его поэтическую силу И такую же поэтическую лёгкость И Тургенева За его гениальные романы Я выбрал стихотворение И вот одна осталась я Потому что С одной стороны Оно кажется Ещё не переводилось На польский язык А с другой Оно просто Герически красиво Наконец Я бы хотел поблагодарить Организаторов Школы Молдова Переводчика Россия Польша За то, что они посоветовали мне Принять участие в конкурсе Передаю привет из Польши И спасибо за внимание Зинаида Гиппиус Всё оно Медный грохот Дымный порох Рыжелипкие струи Тел ползущих Влажный шорох Где чужие Где свои Нет напрасных ожиданий Недостигнутых побед Но избывшихся мечтаний Одолений Тоже нет Все едины Всё едино Мыль Аниль Смерть Одна И работает машина И жует Жует Война Добрый день Меня зовут Валерия Семенская Я живу в городе Харькове Я переводила для конкурса Писательницы серебряного века о войне Стихотворение Зинаиды Гиппиус Всё оно Это произведение Я выбрала потому Что оно созвучно Моим представлениям о войне Всё оно Димный порог Медный гуркит Липкие цивки Та руді Тел важкий Хвологий Шурхит Где чужие И где свои И немае сподівань Кожен в чомусь переміг Та блакитных Тих башань Досягти Ніхто не зміг Всі едины Все едино Мы Вони А смерть одна І працює Вся машина І жує Жує Війна Мне, как украинке Носителям українського языка Очень приятно Что в конкурсе Были достойно Представлены Участники Из Украины В России И Украине Богатые Литературные традиции Замечательное Литературное наследие И это очень ценно Для сохранения И развития Культурного пространства Разные эпохи Возможно Разные идеологии На всех нас объединяет Единое духовное поле Марина Цветаева Жертвы школьных сумерек Милые ранние веточки Гордость И счастье земли Деточки Грустные деточки О, почему вы ушли? Думы смущают заветные Ваш неуслышанный стон Сколько-то листьев Газетные Кроют безвестных имен Губы Теперь они мелые Тихо шепнули Не то Смерти доверятся смелые Что вас заставило? Что? Уже следу Неожиданных Душу Зажженный вопрос Подвигов Жаждаль невиданных Или предчувствия гроз Спите В покое чарующем Смерть хороша На заре Вспомним О вас Напирующем Бурно могучем костре Правы ли Насмерть Идущие Вечно ли будет темно Это Узнают Грядущие Нам Это знать Не дано Марина Цветаева Жертвама Школских Сумрака Сладке Пролетне Гранчите Понос И срече Земле Детчите Тужна Детчите Па зашто Отишли Сте Збуню Мисли Неговане Ваше Неслушливо Стенене Колико тех новинских listova Прикриваю Непозната имена Бурной ватри Јесу ли они Управу Гледующие Смрти Улице Хочу ли заовик Бит мрака Сазначе Наредни 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 Реке Но матери Сын Не узнает И внук Отвернется В тоске И клонятся Головы Ниже Как маятник Ходит Луна Так вот Над погибшим Парижем Такая сейчас Тишина Меня зовут Просяник Георгий Михайлович Я студент Второго курса Исторического Факультета Московского Государственного Университета Мой родной город Воронеж Именно в нем Я в течение Одиннадцати лет Посещал Театральную студию В течение Семи лет Музыкальную школу В которой научился Играть на скрипке Именно В этом Городе Я увлекся поэзией И поэтическими переводами Почему я выбрал Стихотворение Анны Ахматовой Когда погребают эпоху В качестве Источника Для моего Поэтического перевода Наверное потому что Испытываю Чувство любви И признательности К творчеству Великой русской Поэтессы Не скрою Что на мой выбор Оказало влияние Участие В конкурсе Поэт года 2019 Российского Союза писателей В котором я стал Победителем И достоился Чести получить Медаль Имени Анны Ахматовой Наверное Также на мой выбор Влияла Та атмосфера И тот посыл В который Который Вкладывала Поэтесса В свое творение О конкурсе Поэтических переводов Я узнал Из такой социальной сети Как Вконтакте В одной из Многочисленных групп И сейчас Я хочу Продемонстрировать Вам свой Поэтический перевод Стихотворение Анны Ахматовой Когда погребают Продемонстрировать Стихотворение Мудз Television Мудзальу Нискокнувс 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 И у 업р Cutưỡане Та светивных И усткокнувс Умя Тепетон. Паррис. Паррис. А теперь мы переходим к самой приятной части нашей программы. Это призам. Победители и призеры международного конкурса «Писательница Серебряного века» получат грамоты, сборник лучших переводов, а также два уникальных издания. Все призеры конкурса получат книгу Александра Сергеевича Кушкина «Маленькие трагедии», изданного в центре книги «Рудомино», вошедшего в серию «Сценография в книге». И, наконец, победители, занявшие первые места в своих номинациях, получат уникальные издания «Александр Блок. 12» в оригинале и на 20 иностранных языках. Поздравляем победителей и призеров. И, конечно же, поздравляем всех дам с Всемирным Женским Днем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok